Террористические группировки нарушают режим прекращения боевых действий. Террористические группировки нарушают режим прекращения боевых действий. В провинции Идлиб готовится новая провокация с применением химического оружия. С 00.00 минут 18 мая вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибской зоне деэскалации. Вместе с тем факты обстрелов позиций правительственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алипо со стороны боевиков продолжаются. С 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий, в том числе с использованием минометов и реактивных систем залпового огня, запрещенных астанинскими договоренностями от 2017 года и сочинскими соглашениями от 2018 года к размещению в демилитаризованной зоне. Ночью в минувшую пятницу в российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев поступила информация о подготовке провокации террористами группировки Джабхатан-Нусра в провинции Идлиб. По словам жителей населенного пункта Сирокап, в районе этого населенного пункта боевики готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации, как указывается в сообщении ЦПВС, является обвинение ВКС России в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб. Имитацию якобы отравления сирийцев рядом со сколками авиационных боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить данные съемки в социальных сетях и западных СМИ. Полученная ЦПВС информация от жителей населенного пункта Сирокап в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу. На прошлой неделе также стало известно, что выводы официального доклада Организации по запрещению химического оружия, ОСХА, о химатаке в сирийском городе Дума не соответствуют действительности и противоречат инженерной экспертизе. С таким утверждением выступил эксперт ОСХА Иэн Хендерсон. 1 марта, поясним, ОСХА опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля прошлого года, в котором говорилось, что при атаке использовалось токсическое химическое вещество. Вероятно, хлор. В документе сообщалось, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха. Это позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию. Однако эксперт ОСХА Иэн Хендерсон считает, что наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха. В его инженерной экспертизе отмечается, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химотоки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытие потолка. На данном этапе инженерная подгруппа миссии по выяснению фактов ОСХО не может быть уверена в том, что цилиндры на местах происшествия были сброшены с воздуха, говорится в инженерной оценке группы Хендерсона. Размер, характеристика, внешний вид цилиндров и место происшествия не соответствовали тому, что мы ожидали увидеть в случае, если бы они были сброшены с воздуха. В каждом случае альтернативная гипотеза давала единственное правдоподобное объяснение наблюдением на месте. С 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения экстремистами режима прекращения боевых действий, в том числе с использованием минометов и реактивных систем залпового огня. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в восточном предместье Дамаска и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химическая атаке неправительственная организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе и дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ. Поздний участник видеосъемки в больнице города Думы 11-летний мальчик Хасан Диап и его отец рассказали журналистам подробности постановочной видеосъемки весной 2018 года. По их словам, детям за участие в постановке тогда раздали печенье. Опрошенные жители Думы не смогли подтвердить факт химической атаки, заявив, что не знают кого-либо, кто пострадал от отравляющих веществ. В пятницу, 17 мая, сирийские правительственные силы при посредничестве российского ЦПВС произвели обмен группы задержанных членов незаконных вооруженных формирований на граждан САР, удерживаемых боевиками. Как сообщил журналистом руководитель Центра генерал-майор Виктор Купчишин, в районе населенного пункта Эль-Хадир в провинции Алипа при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон из сирийского общества Красного полумесяца состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан САР, включая двух женщин и ребенка. По словам Виктора Купчишина, сирийские власти продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 16 мая было амнистировано уже 57 964 человека. Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в целом остается напряженной. Продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Фиксируются обстрелы населенных пунктов в близлежащих провинциях Алипа, Латакия и Хама. В результате обстрелов в субботу трое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения. Согласно сообщению сирийского правительственного агентства САНО, имел место ракетный обстрел боевиками селений Аль-Хвейси Аль-Шарашир в провинции Латакия. Удары нанесли формирование радикальных исламистов, базирующихся в зоне деэскалации в провинции Идлибе и на севере Латакии рядом с турецкой границей. Экстремистские группировки по-прежнему удерживают расположенный в труднодоступной горной местности город Кабани, откуда имеют возможность обстрела мирных населенных пунктов. На стороне Альянса радикальных исламистов Хаят-Тахри Рашшам в том районе сражаются боевики из туркестанской исламской партии, состоящей из прибывших из-за рубежа экстремистов и гуров. В конце недели, как сообщило информационное агентство САНО, сирийские ПВО две ночи подряд отражали атаки с воздуха на южные окрестности Дамаска. Зенитчики поразили несколько воздушных целей противника в небе на Дель-Кунитро и южными пригородами столицы. Нападения последовали со стороны оккупированных голландских высот, расположенных в 40 километрах от Дамаска. Атаки подвергались военные объекты и склады. В субботу Российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Арта-Аль-Хамра города Алипо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов. Всего с начала процесса урегулирования российской стороной проведено 2116 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3373,3 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны РФ помощь оказана 105 072 жителям Сирии. Подчеркивание. Террористическая организация, запрещенная в РФ. Арина Соленкова. Террористическая организация, запрещенная в РФ. Арина Соленкова. Террористическая организация, запрещенная в РФ. Медицинскими специалистами Министерства обороны РФ. Главное. Уже данное. РФ.